Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас в гостях вот такая посылка, внутри которой находится смартфон не от компании Xiaomi. Да, в это трудно поверить, это не укладывается в голове, но другие бренды у нас тоже существуют. Итак, тут у нас смартфон от компании DOOGEE, это бронебойный доступный аппарат для охотника и рыболова с функцией NFC, если мне не изменяет память, да, она тут есть, ну и плюс-минус все, что нужно для людей, ведущих активный образ жизни. Так, посылка до Краснодарского края шла около 20 дней, все необходимые ссылки на устройство есть в описании под этим роликом, так что переходите, смотрите, ознакомьтесь, цены постоянно меняются, Поэтому оглашать сейчас что-то не имеет никакого смысла. Так, ну а мы приступаем к вскрытию, погнали! Что ж, повторюсь, девайс у нас бюджетный, следовательно и коробочка тоже не пестрит какими-то дизайнерскими изысками, да и техническими характеристиками, честно говоря, тоже, потому что на лицевой стороне у нас это бренд DOOGEE, а нет, вот тут что-то виднеется, не знаю, видно вам или нет. Вот, 2 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенный накопитель, моделька S40, ROG Solid Explorer. Так, сзади, ну тут тоже ничего нет. О, нет, тут никаких заглушек, дополнительных наклеек нету, значит все выйдет так. Так, опа, это сюда, сам смартфон немножко перевернут, вот так все это дело выглядит, давайте-ка достанем, познакомимся с этим брутальным монстром, хотя монстром, если честно, его не назовешь. Вот у меня были гораздо крупные аппараты от компании, сейчас вспомню, OKTEL, там K10, и они прям огромные, вот таких здоровых, нереально носить с собой, но этот, что ж, практически компакт, можно сказать. Так, что у нас тут быстренько по комплектации, не буду вас задерживать, а по комплектации у нас идет вот такой вот коробок, внутри которого куча макулатуры, пленочка на дисплей дополнительная. И у нас тут еще USB кабель, не Type-C, microUSB, и блок зарядного устройства, вполне себе легкий, он у нас на 2 Ампера. Так, ну что, это тоже неплохо, все, больше ничего нет, ни наушников, в принципе комплектация средненькая, еще бы чехольчик положили, было бы вообще супер. Ладно, еще одна наклейка, 2 гигабайта 16, зачем так уродовать, ребята, это не очень красиво. Так, что у нас тут на задней стороне, а, сразу корпус, это у нас резина, это у нас что-то странное, слышите? Походу это не железяка, это пластик, то есть смартфон у нас полностью пластиковый, с резиновыми вставками. Так, давайте-ка поубираем все эти транспортировочные пленки, рассмотрим внешний вид нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Dugia 40 находится глазок фронтальной камеры, разговорный динамик, датчики и дисплей с диагональю в 5,5 дюйма. Больше ничего на лицевой стороне нет, так как элементы управления у девайса только наэкранные. Справа по классике жанра расположилась качелька регулировки громкости и кнопка включения. На левой же стороне у нас довольно интересное решение, слот для сим-карты карточки памяти спрятался под довольно толстой пластиковой дверцей. А кстати, в данный слот можно установить либо две наносим-карты, либо одну на сим-карту и карточку памяти. Ну и также на этой стороне у нас находится дополнительная клавиша. На верхнем торце, также под заглушкой, находится разъем 3,5 мм для подключения наушников. Снизу микрофон и также защищенный микро-USB разъем. Ну и на тыльной стороне нашего героя находятся два глазка основной камеры, вспышка, сканер отпечатков пальцев и основной динамик. Задняя крышка у девайса несъемная. Что ж, дорогие друзья, с внешним видом разобрались. В принципе, девайс довольно симпатичный, я бы так сказал. Ну, опять же, на любителя подобного рода устройств. Он не монструозный, он не тяжелый, то есть вполне компактное. Опять же, в рамках подобного рода девайсов устройство получилось у компании DOOGEE. Внешне мне пока что он нравится. Давайте-ка сравним его с тем, с чем принято сравнивать в современном мире. Это Redmi Note 7. Вот и Redmi плюс-минус очень похож по габаритам. Единственное, ну, разумеется, он тоньше. Вот, смотрите. Так, коты в доме. Ну, вот как-то так. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка запускаться. Тут ничего шить перепрошивать не нужно. Делайс полностью глобальный, из коробки идет. Так что я похожу сейчас с ним буквально 2-3 недели и вынесу свой вердикт по DOOGEE S40 в целом. Так что не переключаемся, полный тест будет прямо сейчас. Что ж, как и обещал, пришло время делиться. Делиться без остатка впечатлениями о DOOGEE S40. Ну и первое, на что я хочу обратить ваше внимание, так это на цену. Наш сегодняшний герой в среднем, в зависимости опять же от магазина, стоит около 100 долларов. Не то чтобы много, но и не сказать, что совсем без ценок. Да и стоит учитывать тот факт, что упор в девайсе сделан в первую очередь на защиту и автономность, а не на игровую производительность и топовые камеры. Да, конечно, хотелось бы всё и сразу, но опять же вспоминаем ценник и стараемся оценивать девайс адекватно. DOOGEE S40 из коробки управляется под стоковым андроидом 9.0, лишь с немного видоизменёнными ярлыками рабочего стола. Смотрится всё это дело явно на любителя, но отвращение не вызывает. Да и скорость работы интерфейса не печалит. В целом, для повседневных задач смартфона хватает. Незначительные лаги и запинки встречаются исключительно в процессе подгрузки системы после перезагрузки. Однако, истинные любители так, чтобы всё летало, конечно же, найдут чему придраться. В копилку плюсов могу занести поддержку. Во всяком случае, сейчас обновы на смартфон приходят. Что же до сканера отпечатков пальцев, то он работает вполне сносно. Не Redmi Note 7, но за свой произгодится. Да и ошибается он редко. Ну и разблокировка по лицу S40 тоже присутствует. Конечно же, ни о каких выделенных датчиках тут речи не идёт, однако при хорошем освещении до вечерком на лавочке хозяина смартфон распознаёт уверенно, а вот ночью, разумеется, нет. Но тут на выручку всегда спешит классический сканер отпечатков. На борту DOOG S40 устанавливается старый добрый бюджетный 4-ядерный чип от компании Mediatek, а именно MTK6739S. Максимальная частота работы ядер равной 1,5 ГГц. За график включает PowerVR G8100, объём оперативной памяти равен 2 ГБ. Ну и как вы понимаете, ни о каких тяжёлых ресурсоёмких играх тут дело вообще не идёт. Максимум это какие-нибудь лёгенькие таймкиллеры. Для стабильной работы интерфейса, в сожалению, захватает, но повторюсь, S40 уж точно не игровой смартфон. Потолок, на который тут можно рассчитывать, это низкие настройки графики, да и то не всегда. Например, в тот же PUBG даже на самых низких настройках играть некомфортно. Счётчик крутится около 20 кадров, а вот в танке уже можно. Тут на низких баталиях FPS варьируется от 30 до 50 кадров, так что жить можно. Объём встроенного накопителя в DOOG S40 по заверению производителя равен 16 ГБ. Поэтому на деле пользователю доступно около 12, что, честно говоря, явно не густо. Однако в устройстве предусмотрен слот для карт памяти стандарта microSD. Правда, придётся принести в жертву одну из сим-карты, это стоит учитывать. Но сейчас предлагаю знакомиться с примерным качеством звучания нашего сегодняшнего героя. Звучит смартфон на четвёрку даже с учётом ценника. Нет, ничего страшного нет, однако на максимальное значение громкости, которое тут, кстати, на удивление неплохие, звук немного искажается. Но, повторюсь, без патологий. Что ж до звука в наушниках, то он тут тоже норм, а тут придираться не буду. Экран смартфона – это IPS-матрица с разрешением в 940 на 480 точек, диагональю в 5,5 дюйма и плотностью пикселей равной 195 ppi. Что ж, экран – это явно не сильная сторона устройства, однако со своими задачами он справляется, сенсор не глючит, да и картинка на солнце вполне читаема. Однако о чём-то большем рассказать не могу. Обычная, не самая плохая бюджетная матрица, какие ставятся в большинство устройств сходным ценником. Кстати, экран защищён стеклом Gorilla Glass четвёртого поколения. В дуге S40 устанавливаются сразу три модуля камеры, ну, во всяком случае, по заверению производителя уж точно. Основной модуль на 8 и 5 мегапикселей и фронтальный на 5 мегапикселей. Что ж, если говорить вкратце, то наш герой явно не камерафон, и его снимки можно охарактеризовать как среднего качества. Да-да, помним, что S40 – это доступное устройство. При хорошем освещении снимки получаются сносные, честные 8 мегапикселей тут уж точно есть. Что ж, до работы вспомогательного модуля, то эффекта бока я тут не увидел. Максимум, что приходится рассчитывать, это на продвинутый эффект виньетирования. Ну, а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи DOOGEE S40. Тест записи видеокамеры смартфона DOOGEE S40. Запись ведётся в Full HD. Классическое соотношение сторон экрана используется. В настройках активирована электронная стабилизация. Вроде как она даже работает. Разумеется, скину на компьютер, там уже будет всё видно. Так, что ещё хочу отметить? То, что за свой прайс, качество записи видео вполне себе сносное. Идём сейчас обычным прогулочным шагом. Можете оценить работу стаба. Чуть-чуть пробежимся. Бежим. Так, есть. Ага. Ну, вроде как что-то было, не знаю, посмотрим. Ну, и вот так вот у нас снимает основная камера DOOGEE S40. А, хотя подождите, что-нибудь в макро. Так, сюда. Давай сам. Есть. Да, погодка, конечно, окончательно испортилась. Ещё раз макро. Ага. И ещё раз на горизонт. Ещё раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записи идёт уже на переднюю камеру смартфона DOOGEE S40. И запись ведётся в Full HD. А, в Full, не в Full HD. В HD разрешении в настройках у нас присутствует функция электронной стабилизации. Но, по всей видимости, стаб у нас на переднюю камеру не распространяется. Кстати, я сейчас иду у нас против трассы оживлённой. Если меня слышно, то самодав работает прекрасно. Так, в целом, для видеосвязи, скайпа, ватсапа передняя камера вполне сгодится. Ну, для блогинга или чего-то большего, думаю, нет. Ну, вы сами ещё оцените, как снимает передняя камера данного девайса. Объём встроенной аккумуляторной батареи в DOOGEE S40. По заверению производителя, равен 4650 мАч. Про быструю зарядку не сказали ни слова. Но у меня до отсечки смартфон набирал примерно за 2 часа. Да и хватает девайса при условии активной эксплуатации на весь день и даже с небольшим хвостом. Так что автономность – это сильная сторона нашего героя. Хотя от 4600 я ожидал несколько большего. Но, повторюсь, батарейка тут держать неплохо, в поход девайс взять не страшно. Ну что ж, дорогие друзья, настало время подвести итоги. DOOGEE S40 – это, в первую очередь, доступно защищённый смартфон на все случаи жизни. Ну, или практически на все. Смартфон обладает защитой по стандарту IP68 и IP69K. То есть его без проблем можно погружать на глубину до 3 метров, валять в песке и бросать с высоты до полутора метров. И с ним ничего не должно случиться. Да и про жизненно важное NFC тут не забыли. Также к плюсам могу отнести неплохую сборку, в меру компактные габариты, стоковый 9-ый Android, поддержку наших 4G-сетей, неплохое качество разговорного динамика и микрофона и хорошую автономность. А также выделенную кнопку SOS, при помощи которой можно бросить вызов заведомо сохранённому контакту или же отправить нужное сообщение на определённый номер. К минусам же закину не самый передовой экран, хотя и плохим его не назовёшь, слабую производительностью в современных играх, ну и возможно средненькую камеру. Ну а покупать ли Dugia 40 или же нет, решать, конечно же, в первую очередь вам. Все необходимые ссылки с актуальными ценами вы найдёте в описании под этим роликом. Ну а если вы захотите сэкономить при покупке того или иного девайса в любом китайском, да и не только китайском интернет-магазине, искренне рекомендую вам воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Letyshops позволяет действительно экономить до 30% на покупках уже более чем в тысячи магазинах. Я сам на постоянной основе пользуюсь данным сервисом, поэтому без зазрения совести могу рекомендовать его и вам. Все необходимые ссылки, разумеется, есть также в описании под этим роликом. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте, думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, как можно скорее. А также посещаем нашу группу ВКонтакте, там публикуем фотосессии устройств, которые приходят к мне на тестирование, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзора. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч. Ну и разумеется, не забываем оставить свою личную мнение по поводу всего девайса в комментариях, с радостью с ним ознакомлюсь. Субтитры сделал DimaTorzok